Добрый вечер! В эфире Бумеранг. Сдать или не сдать, вот в чем вопрос. ЕГЭ эти три буквы уже 15 лет не перестают вызывать противоречия в обществе. Одни считают единый госэкзамен эффективным способом оценки знаний, другие клянут, на чем свет стоит и считают, что такая форма экзамена искореняет творческое начало в детях. Ровно неделю назад мы запустили Бумеранг с этой темой в эфире на нашем официальном сайте и в социальных сетях. И он вернулся к нам с десятками вопросов, на которые мы постараемся ответить сегодня. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 72 28 86 и связаться в режиме прямого эфира. А ответить на ваши вопросы нам помогут сегодняшние гости. Начальник отдела общего образования и социальной защиты Фатима Казбековна Батаева и начальник отдела контроля и надзора в сфере образования Андрей Владимирович Швецов. Здравствуйте, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Это первый эфир нашего проекта и очень приятно, что именно вы открываете наш эфир. Я хочу начать с вопроса, который лично меня очень беспокоит. И я никак не могу найти на него ответ, почему тема ЕГЭ вот уже 15 лет вызывает противоречия и даже, я бы сказала, вселяет страх как в школьников, так и в их родителей, особенно в родителей. Хотя казалось бы, в общем-то, госэкзамен, единый госэкзамен уже зарекомендовал себя и многим дал какие-то возможности. Вот хотелось бы ваше мнение спросить. Скажите, пожалуйста, вот как вы видите, какие причины у этого? Ну, как вы уже сказали, единый госэкзамен уже на протяжении многих лет проводится. И, на мой взгляд, для выпускников общеобразовательных учреждений, он даже больше в помощь, нежели наоборот. Это дает больше возможности выпускникам, им не нужно уже выезжать за пределы сразу в несколько вузов и успеть сдать документы в два, в три вуза. Сейчас они могут просто успешно сдать ЕГЭ, набрать им свои баллы и поступить одновременно в три вуза. При этом у них еще есть право выбора, когда приходят им уведомления о том, что они могут быть приняты в конкретные вузы, в которые они подавали свои документы. Они могут теперь еще и выбрать, в какой из этих трех вузов они желают поступить. Именно в этот вуз они сдают оригинал своих документов. Поэтому родителям, думаю, абсолютно не стоит бояться ЕГЭ сдать на экзамен, потому что он, с этой точки зрения, тут даже больше положительных моментов. Ну, а экзамен, ну, как бы всегда экзамен. И в вузах мы сдаем сессии, и там тоже экзамен. Просто, скорее всего, бояться единственное, просто как обыкновенного экзамена. Ну, ничего более. Андрей Владимирович, а что Вы скажете по этому поводу? Потому что все-таки, что ни говори, на самом деле, это вот с этими тремя буквами ЕГЭ практически как бабайкой пугают школьников. Ну, на самом деле, это очень волнительный момент в жизни каждого школьника, потому что при сдаче единого государственного экзамена надо подтвердить те знания, которые учащийся получил в школе, и тревожными экзамены являются не только для учеников и их родителей, а также и для учителей, которые в течение всего процесса обучения учили учащихся. И, как сказала Фатима Казбековна, единый государственный экзамен в первую очередь позволяет учащимся не сдавать экзамены несколько раз, как это было в советской школе, когда сначала сдавались экзамены в школе, потом экзамены сдавались при поступлении в институт, а сдать один раз, получить необходимые баллы, подтвердив свои знания, и подать документы, не выезжая из республики, одновременно в несколько вузов, на несколько специальностей, которые выбрал ученик, и ждать уже вердикта, который будет по итогам приемной комиссии. И здесь несомненные плюсы, и к ЕГЭ не надо бояться, к ЕГЭ надо готовиться. Готовиться в течение продолжительного времени, систематически изучая то, что преподают в школе. И тогда у всех все получится. Все-таки продолжу. Может быть, причина вот этого какого-то необъяснимого, лично для меня, необъяснимого страха, она кроется в том, что родители, возможно, еще живут в какой-то советской системе координат, в системе координат советского образования, и, может быть, не готовы отойти от этого и бояться чего-то вроде как нового, но оно уже все равно уже 15 лет существует, и такое уж и новое. 15 лет уже не такое и новое, и последние годы изменений кардинальных в едином государственном экзамене нет. Он стал довольно-таки прозрачен, процедура проведения экзамена по всем направлениям. Но остаются стереотипы, и не каждый родитель готов принимать то количество баллов, которое реально может получить ребенок. Здесь могут быть много факторов задействованы. Недоработка школы в ознакомлении родителей, законных представителей, учащихся с реальными знаниями, учащихся, это как один фактор. Другой – завышенные требования родителей по тому месту, куда будет поступать их ребенок. Либо неправильная трактовка, постановка задач перед ребенком, неправильный выбор предметов, не тех, которые лучше знают их ребенок. Вот это основные факторы, которые вызывают вот такой. Давайте, можно я добавлю? Значит, смотрите, мы же говорим о том, что это уже в течение 15 лет. То есть, это уже однозначно нынешние и сегодняшние выпускники, когда они поступали в первый класс, ЕГЭ уже в принципе был. И поэтому в течение всего учебного процесса, как бы они постепенно, пошагово, конечно, готовились к сдаче сначала ОГЭ, нынешние 11-й классники, естественно, к сдаче ОГЭ. Единственное, то, о чем вы говорите, возможно, это, ну, бывает и такое, что действительно родители не всегда готовы, возможно, к тем баллам, которые на выходе ребенок может получить. Может быть, ну, условно говоря, там, родитель рассчитывал, или ребенок рассчитывал там на 90 баллов, а получилось так, что там получил 60 баллов. И это, конечно же, расстраивает и родителей, и детей. Возможно, вот это вот и передается и другим родителям, дети которых будут в будущем году сдавать ЕГЭ. Поэтому, и единственное еще бывает, как Андрей Владимирович сказал, такое, что в образовательных организаторах иногда детей пугают, вот посмотришь, там, я тебе, ну, это, конечно, не массово, но и такие случаи бывают, что вот на ЕГЭ, вот, посмотришь, вам ЕГЭ сдавать и так далее. И поэтому вот бывает и такое в школах, но это уже в течение долгого времени ЕГЭ ведется, и, в принципе, такие случаи крайне редко сейчас происходят. Я продолжу вашу мысль, хочу задать вопрос и напомнить нашим телезрителям, что можно звонить к нам в студию по телефону 72-28-86 и задавать интересующие вас вопросы. Хотела бы продолжить мысль относительно баллов, да? Хотелось бы понять вот эту систему, заметила, что есть какая-то взаимосвязь. Чем выше балл, тем позднее он вывешивается, тем позднее он открывается. Почему это так работает и с чем это связано? До 2017 года было поручение о том, что свыше 80 баллов, то есть это высокобалленькие, эти работы подлежали перепроверке. Ну, уже с 2017 года этот вопрос контроля был снят, поэтому в прошлом году вообще никаких проблем не было, все дети получали одновременно со всеми свои результаты. 100 баллов набрали, 90-60, то есть они все одновременно получили, и в этом году будет то же самое. То есть в этом году не ожидается перепроверки вот этих работ, потому что меры достаточно особо? Федеральная служба по надзору в сфере образования, значит, они сами по своей инициативе выборочные перепроверки проводят по всем субъектам. И если мы попадем в выборочные какие-то работы в эти перепроверки, и они не согласятся с теми результатами, то, естественно, соответствующие рекомендации нам будут даны. А так массово, как вы говорите, такого у нас уже не практикуется. Этот вопрос снят с контроля, поэтому в 2018 году, как и в прошлом году, все свои результаты получат одновременно. Ну вот это изменение уже с 2017 года, да? Хотелось бы узнать то, что волнует тех, кто сдает в этом году, чтобы вы пояснили, какие изменения ожидают, и кардинально они, или все будет примерно так же, как и в прошлом? В этом году все будет так же, как и в прошлом. Есть незначительные технологические изменения, которые связаны с процедурой печати контрольно-измерительных материалов в пунктах проведения экзамена, но они не влияют непосредственно на сдающих единый государственный экзамен. Единственное, что хочется напомнить и предупредить, нельзя писать в бланках с обратной стороны, потому что все, что написано с обратной стороны на бланках, не подлежит проверке, так же, как не подлежат проверке на содержание черновики. В остальном, вся процедура единого государственного экзамена будет проходить так же, как проходила в 2017 году. Хотелось бы уточнить такой момент, потому что много разговоров было на уровне федерального ведомства о том, что будет введен, возможно, третий обязательный предмет, и людей это волнует, интересует, они спрашивают нас, к нам поступают вопросы, звонки и смс-сообщения. То есть как у нас с этим обстоят дела? В 2018 году не предполагается введение третьего обязательного предмета. Обязательный предмет – это у нас русский язык и математика. По информации официальной, к 2020 году ожидаются такие. Планируется. Это планируется, но еще законодательных актов по этому поводу нет. Любые изменения, которые вносятся в процедуру проведения экзамена, они бывают известны до 1 сентября текущего учебного года. В этом году таких изменений принято не было, поэтому говорить, что в 2018 году будут введены какие-то дополнительные экзамены по сравнению с теми, которые уже озвучивались, не приходится. Вот к нам поступили смс-сообщения и также комментарии в социальных сетях, и часть из них я бы хотела зачитать вам, чтобы вы как-то прокомментировали. Вот наша телезрительница пишет, «Моя дочь сдавала ЕГЭ и приходила в стрессе из-за грубого и откровенно жестокого отношения организаторов в классе, учителей, которые наблюдают за порядком в ходе ЕГЭ». Вот хотелось бы узнать, какие полномочия есть у организаторов, то есть что можно, что нельзя, потому что вот тут я вижу среди вопросов, что вплоть до того, что заходили за детьми в уборную. То есть насколько это нормально, и вообще как ребенку понять, его права нарушаются или нет? Вы понимаете, перед началом экзамена организаторами проводится инструктаж, это обязательно условие, и организаторы этот инструктаж зачитывают. Есть там такие строки о нарушении апелляции по процедуре. То есть если ребенок считает, и в школе им это должны объяснять, что его права нарушены, он может, не выходя из пункта, попросить бланк апелляции, написать апелляцию о нарушении процедуры, и отдать организатору, либо руководителю, члену ГЭК. После этого эта апелляция приходит в конфликтную комиссию, и все это рассматривается вплоть до того, что мы просматриваем видеозаписи. И если мы посчитаем, то апелляция либо удовлетворяется, либо нет. Если мы апелляцию удовлетворили, то есть вскрыли факты действительно нарушения прав ребенка, то Андрей Владимирович сейчас продолжит отделом контроля на таких организаторов, которые допустили нарушение порядка и допустили нарушение прав ребенка, составляется протокол об административном правонарушении. Порядок проведения единого государственного экзамена строго регламентирует поведение организаторов, поведение любых категорий людей, которые находятся в пункте проведения экзамена. Поэтому все проходит в соответствии с процедурами. Учащиеся перед тем, как прийти в пункт проведения экзамена и сдавать экзамены, заполняют памятку, в которой подписывают то, что они знакомы с правилами поведения на едином государственном экзамене. Что касается того, что организаторы заходят в уборные, действительно такие факты бывают, но они бывают вынужденного характера тогда, когда около уборных комнат создается очередь из-за того, что люди, которые ранее зашли туда, долгое время там находятся. Для того, чтобы эту очередь немножко сдвинуть, приходится действительно заходить в уборную и торопить тех, кто там находится не 5-10, а более минут. Скажите, а были факты каких-то принятия мер административных в отношении организаторов? Да. В 2017 году 17 организаторов были наказаны в административном порядке за нарушение порядка проведения единого государственного экзамена. Штрафа от 1000 до 3000 рублей по решению суда. А хочу поинтересоваться, вот примерно какого плана нарушения? То есть не уследили там, не заметили списывания или какие-то другого плана? Нарушение рассадки, нарушение порядка проведения в плане того, что не вовремя явились или пришли без паспорта, ну и другого охрана. Мы продолжаем нашу беседу и сегодня тема нашей встречи ЕГЭ сдать или не сдать. И у нас в студии представители Министерства образования и науки Республики. И я хочу продолжить наш разговор. Андрей Владимирович, мы говорили о нарушении в ходе экзамена. Хотелось бы уточнить относительно видеотрансляции, видеонаблюдения, которые ведется. Хотелось бы узнать, во всех ли пунктах сдачи ЕГЭ ведется видеонаблюдение и насколько это вот действенная мера, как вам кажется? Ну на самом деле у нас в Республике с 2014 года во всех аудиториях, во всех пунктах проведения экзамена ведется онлайн-трансляция, видеонаблюдение во время экзамена. На мой взгляд, это действительно действенная мера, потому что объективность ЕГЭ, прозрачность процедуры экзамена улучшилась и результат стал более объективным. Учащиеся, которые имеют лучшие знания, могут показать и защитить именно те знания, которые они имеют. Каждый ребенок это может делать. Поэтому говорить о том, что видеонаблюдение будет дальше, можем однозначно сказать, что оно будет. И бояться того, что есть видеонаблюдение, не стоит. Потому что в нашей жизни сейчас практически везде мы сталкиваемся с видеонаблюдением, но никто почему-то не заостряет внимание на то, что есть видеонаблюдение в аэропорту, на железнодорожных вокзалах, в магазинах. То же самое в пунктах проведения экзамена, видеонаблюдение есть. Есть ситуационные информационные центры, как федеральные, так и республиканские, в которых находятся онлайн-наблюдатели за ходом проведения единого государственного экзамена, которые смотрят за его проведением, делают метки на сайте смотри.ег. И по этим меткам руководители пунктов с членами ГЭК, присутствующие в пункте проведения экзамена, принимают соответствующие меры к тем лицам, которые нарушают порядок проведения единого государственного экзамена, приближая его открытость и прозрачность. Хотелось бы уточнить, сколько фактов нарушений было установлено, ну, к примеру, за прошлый год. Потому что, когда только появилось это наблюдение, если я не ошибаюсь, это около трех лет назад было, да? С 14-го года. Да. Было достаточно большое количество фактов, там что-то в области 300. Как вот сейчас обстоят дела? Ну, в 2017 году у нас было 76 удаленных участников единого государственного экзамена за нарушение, связанное с использованием средств связи. Это нарушение 45-го пункта порядка проведения экзамена. Также, к сожалению, два участника единого государственного экзамена у нас выставили контрольно-измерительные материалы в сеть интернет, были выявлены федеральным центром, федеральными общественными наблюдателями, в результате чего тоже их результаты были аннулированы. По сравнению с 2016 годом количество нарушений у нас уменьшилось, и по сравнению с 2015 годом каждый год количество нарушений у нас уменьшается. Это говорит о том, что наши участники единого государственного экзамена уже начинают понимать, что нужно надеяться на свои знания в первую очередь, а уже потом на какую-то потустороннюю помощь, которую очень сложно в настоящее время, практически невозможно, скажем так, получить. Спасибо. Наш корреспондент Кристина Кукоева подготовила сюжет, и я предлагаю нам вместе его посмотреть. Что такое ЕГЭ сегодня знают практически все, по крайней мере школьники, их родители точно. В прошлом году единому государственному экзамену исполнилось 15 лет. Однако споры, нужна ли эта форма контроля знаний, или от нее лучше все же избавиться, до сих пор не утихают. Я считаю, что не нужно организовывать вокруг этого экзамена такого ажиотажа, как сейчас это происходит, потому что это тоже негативно действует на детей, раздражающе, и не то, что их как бы сбивает с толку и рассосредоточивает. Нет. Я бы сказала, что они заведомо могут сами себе сделать заключение о том, что я этот экзамен не сдам. Сейчас ЕГЭ стал лучше. Из него почти исчезли тестоподобные задания. Экзамен по математике почти приблизился к традиционной контрольной работе. Плюс детям из регионов стало проще поступать в столичные вузы. Но, по словам учителей, эта форма экзамена не учит детей мысли творческих, грамотно говорить и излагать свои мысли. Я бы единственное, может быть, что изменила в ЕГЭ, это все-таки, чтобы ЕГЭ был альтернативным экзаменом. То есть для детей творческих, для детей логически мыслящих вот эта вот четкая ограниченность того, что в КИМе нужно вот это, вот это, вот это, это, конечно, сложно. ЕГЭ избавляет от необходимости сдавать вступительные экзамены при поступлении в ВУЗ. Значит, у выпускников одним стрессом будет меньше. Карина Хубулова с первого раза смогла поступить в институт, и результатом довольна. Так как подготовка шла не очень тяжело, и на экзамене я была уверена в своих силах. Но, учитывая жесткую форму проведения экзамена, для многих это становится настоящим испытанием на прочность. При этом не все остаются довольны результатами поступления. Я в 2016 году сдавала ЕГЭ. В целом я своими баллами недовольна. Потому что, во-первых, на всех давили камеры, на нас давило то, что ходили проверяющие. Они заскакивали, ну, нежданно-негаданно. И у меня было такое ощущение, что я какое-то правонарушение сделала. Цамбулат Отараев к ЕГЭ в целом относится положительно. Абитуриент уверен в своих знаниях и к экзамену готовится спокойно. Слишком эмоциональный подход к тестированию, по его мнению, приводит к плохим результатам. ЕГЭ – это, в первую очередь, шанс проявить себя и поступить в, соответственно, престижный столичный вуз. Что касается родителей, все они, конечно, обеспокоены стрессовым состоянием детей. Но относятся с пониманием и стараются поддержать ребят. У меня дочка заканчивает 11 класс. Она готовится по трем направлениям. Это очень большая нагрузка. Потому что ее цель – это отличная сдача экзаменов. Но как-то это надо все преодолеть и потерпеть. Осталось недолго, полгода всего. Я думаю, что это все удачно завершится. При обсуждении плюсов и минусов ЕГЭ разговор не идет о глубинных недостатках системы образования. Главный вектор обсуждения, возможно, должен быть развернут в другую сторону. Какие проблемы с образованием существуют в обществе и как можно решить эти проблемы? Если повести разговор именно так, то он приобретет иной смысл. Продолжаем наш эфир. Тема ЕГЭ «Сдать или не сдать». Как мы увидели в сюжете, там отражены несколько позиций. За, против. Кто-то доволен ЕГЭ, кто-то недоволен, считая, что слишком много нагрузки на детей, стресса и так далее. Хотелось бы услышать ваше мнение относительно чего больше, плюсов или минусов и какие они. И сразу после того, как мы ответим, мы свяжемся в прямом эфире. Нам поступил звонок. Мы считаем, конечно, что здесь плюсов гораздо больше, нежели минусов. Как раз таки в сюжете об этом и говорилось, что выпускница, не выезжая из республики, поступила в престижный вуз. Если вспомнить советскую систему образования, то мы сдавали экзамены в школах. Нам нужно было сдать экзамены в школах, в рекомиссии, как это делось. Мы отвечали устно по билетам, либо писали сочинения в зависимости от предмета. После этого нам приходилось сдавать экзамены. Думаю, мы с вами это делали. Нам приходилось сдавать экзамены в вузах, в институтах. Если мы планировали поступить в какой-то вуз за пределами республики, естественно, нам нужно было выехать. Это в том числе и затраты. И не было никакой гарантии, что я поеду в Москву, в Питер, либо куда угодно, буду сдавать экзамены и поступлю. Это тоже дополнительный стресс. А здесь мы одним ЕГЭ, один раз ребенок ЕГЭ сдает. Это у него ЕГЭ сдаст на итоговую аттестацию, чтобы он получил аттестат. Это ему шанс поступить в любой вуз, не выезжая из республики. Поэтому, на мой взгляд, это скорее плюс. Мне подсказывают, поступил звонок. Мы можем связаться с вами в прямом эфире. Есть звонок у нас? Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос следующего характера. Как влияет результат ЕГЭ на оценки в офисах? Спасибо. Никак. Спасибо за вопрос. Значит, смотрите. Уже довольно-таки много лет назад существовала система перевода баллов в оценке. То есть Рособороназор присылал шкалу перевода, где 70 баллов. Это была определенная оценка. 100 баллов. 5. Условно говорю. Уже на протяжении многих лет нет такой системы перевода. И единый государственный экзамен, его баллы никак не влияют. Самое главное, чтобы ребенок преодолел минимальный порог. Для получения аттестата, школьного аттестата, необходимо набрать по обязательным предметам, по русскому языку, и по математике базового уровня получить 3, а по русскому языку набрать 24 балла для того, чтобы получить школьный аттестат. Есть пороги, которые установлены для поступления в высшее учебное заведение. Поэтому привязки баллов ЕГЭ к аттестату, к оценкам в аттестате нет. У нас остается совсем мало времени. Я хочу успеть задать еще пару вопросов. Такой вопрос. Скажите, что относительно апелляций? Много ли поступает их? И как действуют в условиях именно апелляции? Ну, количество апелляций в сравнении с прошлым годом в 2017 году существенно сократилось. Ну, это, наверное, обусловлено еще тем, что когда дети получают свои результаты экзаменов, они могут выходить на сайт под своими паспортными данными, и они могут видеть свою работу. И уже, в принципе, посмотрев свою работу, свои ошибки, они могут понимать, стоит ли подавать на апелляцию, либо не стоит. Бывают, конечно, случаи, у нас, когда апелляция бывает удовлетворенная. Ну, удовлетворенная апелляция – это не только повышение баллов. Удовлетворенная аттестация может быть и с понижением баллов. И выпускники стали бы это тоже уже понимать, поэтому они получают свои работы, анализируют, со своими преподавателями анализируют. И если действительно они видят, что стоит подавать, тогда действительно апелляции подаются в апелляционную комиссию, либо в те образовательные организации, в которых они учатся. И их ответственные в апелляционную комиссию в этот же день сдают их заявление. Ну, сразу им назначается дата-время рассмотрения апелляции. И все апелляции проводятся в их присутствии. То есть они, конечно, могут отказать, если им нужно, к примеру, выезжать уже куда-то. Ну, бывают такие случаи, те, кто поступает в военные вузы, им нужно, бывает, выезжать заранее. Они могут указать заявление, чтобы апелляцию рассмотрели без их присутствия. И если будут установлены факты не объективного оценивания, а такие у нас тоже бывают, то мы балл апелляции повышаем результаты ЕГЭ. И уменьшенное количество апелляций еще говорит о качестве осуществления проверки экспертами предметных комиссий. Потому что как раз-таки большое количество апелляций, оно бывает связано с некачественной работой именно экспертов предметных комиссий. Ну, и хочется тоже отметить, что и в работе конфликтной комиссии есть видеокамеры, которые работают тоже в круглосуточном режиме. И всю деятельность конфликтной комиссии они отражают тоже на сайте. Спасибо, я благодарю вас за столь содержательный разговор. Мы постепенно будем прощаться. И резюмируя сказанное, могу сказать так, тяжело в учении, легко в ЕГЭ. Эта тема удивительным образом волнует и отцов, и детей. И мы постарались этим вечером наиболее полно ответить на вопросы наших зрителей. У нас в студии были начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Фатима Казбековна Батаева и начальник отдела контроля и надзора в сфере образования Андрей Владимирович Швецов. А мы вновь запускаем бумеранг. В народе есть шуточное выражение «Не беги за автобусом, всегда придет следующий». Так насколько же верно и актуально это для наших дней? В следующий понедельник мы поговорим о проблемах транспортной инфраструктуры и приглашаем в нашу студию министра промышленности и транспорта нашей республики Хайдарбека Бутова. Всего хорошего!